Деяние святых апостолов Петр отверз уста и сказал Истинно познаю, что Бог нелицеприятен Но во всяком народе, боящийся Его И поступающий по правде, приятен Ему Он послал сынам Израилевым слово Благовествуя мир через Иисуса Христа Все есть Господь всех Вы знаете происходившее по всей Иудее Начиная от Галилеи после крещения проповеданного Иоанном Как Бог Духом Святым и Силою Помазал Иисуса из Назарета И Он ходил благотворя и исцеляя всех Обладаемых дьяволом Потому что Бог был с ним И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской И в Иерусалиме И что, наконец, Его убили, повесивши на дереве Всего Бог воскресил в третий день И дал Ему являться не всему народу Но свидетелем, предизбранным от Бога нам Которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых И Он повелел нам проповедовать людям И свидетельствовать, что Он Есть определенный от Бога судья живых и мертвых О Нем все пророки свидетельствуют Что всякий верующий в Него Получит прощение грехов именем Его Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Иоанна Святое Благовествование Опять говорил Иисус к народу и сказал им Я свет миру Кто последует за Мною Тот не будет ходить во тьме Но будет иметь свет жизни Тогда фарисеи сказали Ему Ты сам о Себе свидетельствуешь Свидетельство Твое не истина Иисус сказал им в ответ Если Я и Сам о Себе свидетельствую Свидетельство Мое истина Потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду А вы не знаете, откуда Я и куда иду Вы судите по плоти Я не сужу никого А если и сужу Я То суд Мой истинен Потому что Я не один Но Я и Отец, пославший Меня А и в законе Вашем написано, что двух человек Свидетельство истины Я Сам свидетельствую о Себе И свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня Тогда сказали Ему Где Твой Отец? Иисус отвечал Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего Сие слова говорил Иисус у сокровищницы Когда учил в храме И никто не взял Его Потому что еще не пришел Час Его Паки же им Иисус рече благоля Ас есть в свет миру Ходяй по Мне Не им отходите во тьме Но им от свет животный Реши же ему, фарисея Ты о себе сам свидетельствуешь Свидетельство Твое нести истинно Отвеча Иисус рече им Ас я свидетельствую о себе Истинное свидетельство Мое Яку вем, откуда приедох И кама иду Вы же не вести, откуда прихожду И кама гряду Вы по плоти судите Ас не сужду никому же Ас я сужду, ас Суд Мой истинен есть Яку един несем Но ас и послави Мя Отец И в законе же вашем писано есть Яка двою человеку Свидетельство истинно есть Ас есть свидетельствую о Мне Самом И свидетельствую о Мне Послави Мя Отец Глаголу прошу же ему Где есть Отец Твой Отвеча Иисус Ни Мене вести, ни Отца Моего Ас чемя бысти ведали И Отца Моего ведали бысти Сия глаголы, глаголы Иисус В Газофилакии Уча в церкви И никто же яд Его Яка не убе Пришел час Его Блаженный Феофилакт Архиепископ Болгарский Благовестник Толкование на Евангелие от Иоанна Опять говорил Иисус к народу И сказал им Я свет миру Кто последует за Мною Тот не будет ходить во тьме Но будет иметь Свет жизни Когда Никодим Весьма разумно обличил фарисея Галилеев в их противозаконном распоряжении Они раздосадованные С грубостью и даже зверством Говорят ему И ты не из Галилеи ли Но как это идет в ответ На замечание Никодима Он сказал, что без суда и следствия Не должен обвинять человека Без сомнений В ответ на это Им нужно было доказать Что они обвиняют Иисуса Не без суда Но законно Что они и служителей послали Схватить Его И все делают так, как должно А они что говорят И ты не из Галилеи ли? Видишь ли, как неразумно Видишь ли, какая непоследовательность в словах Потом выставляя Его невеждаю Говорят Рассмотри и увидишь Что из Галилеи не приходил пророк То и ступай и научись Так как доселе не научился Что пророк из Галилеи не приходил Говорят так Осмеивая Его Как несведущего Но, о, фарисеи Что Никодим сказал? Он не сказал, что Иисус есть пророк Но сказал, что не должно Убивать Его без суда Как же Он сказал то А вы отвечаете на это другое? Так как они постоянно укоряли Христа Галилею А принимали Его За одного из пророков То Он показывает им Что Он не исчезла пророков Я, говорит, свет миру Свет в собственном смысле Свет не пророческий То есть не полный и слабый Но свет истины Не ограничивающийся пределами Галилеи или Палестины Но свет миру И владыка всех людей Я тот, о ком пророк сказал Я положил тебя светом язычников Смотрим книгу пророка Исаии Главу 42, стих 6 Сим изречением Можешь пользоваться и против нестория Ибо не сказал Господь Во мне свет миру Но я свет миру Кто видим был как человек Тот же сам был И Сын Божий И свет миру А не так, как пустословил несторий Будто Сын Божий Обитал в простом человеке Нет Сын Марии И Божий, как сказано Был едино Кто, говорит, последует за мною Тот не будет ходить во тьме То есть не останется в заблуждении Но освободится от заблуждений и тьмы Сим вместе одобряет Никодима и служителей Как прямо действующих И потому во свете находящихся А фарисеям намекает Что они находятся в заблуждении и тьме И в тайне строят ковы Стихи 13-14 Тогда фарисеи сказали ему Ты сам о себе свидетельствуешь Свидетельство твое не истина Иисус сказал им в ответ Если я и сам о себе свидетельствую Свидетельство мое истина Потому что я знаю, откуда пришел И куда иду А вы не знаете, откуда я И куда иду Когда он сказал Я свет миру Его обвиняют за то, что он сам о себе свидетельствует В безумии Он постоянно приводит свидетельство о себе из Писания А они обвиняют его, что он сам о себе свидетельствует Посему и он отвечает им по лукавству их Пусть так Что я сам свидетельствую о себе Хотя на деле не так А я имею трех свидетелей Отца моего Дела мои И Писание, как и выше сказано Положим, что я сам свидетельствую о себе Но если я и сам свидетельствую о себе Свидетельство мое истина Потому что я знаю, что я сын Божий И непростой человек Но свыше приходящий и Бог Как же свидетельство мое ложно Когда я Бог И посему достоин веры Бог без сомнения достоин веры И в свидетельстве о самом себе Притом я и пойду к Богу истинному Как же намереваясь идти к истинному Я буду лгать Стихи 15-16 Вы судите по плоти Я не сужу никого А если и сужу я То суд мой истинен Потому что я не один Но я и Отец пославший меня Я, говорит, как Бог И пришедший свыше Свидетельствую о себе истину А вы смотрите только на видимые И как я во плоти Вы принимаете меня за простую плоть А не за Бога И пришедшего от Бога Вы судите по плоти То есть ошибочно Как о живущем по плоти Говорится, что он живет порочно Так и о судящем по плоти Нужно сказать, что он неправедный судья Потом, как бы кто сказал Если мы, иудеи, судим несправедливо То почему не наказываешь? Почему не осуждаешь? А он говорит Я не за тем пришел, чтобы судить Я ныне не сужу никого А если и сужу, то суд мой истинен И если бы я захотел судить Вы были бы осуждены Ныне же вы остаетесь без осуждения Не потому, будто я не могу осудить вас Но потому, что ныне не время Так как осуждение на вас Я сберегаю до второго пришествия Так и в другом месте он говорит Я пришел не судить мир, но спасти А что судья всех есть он? Слушай неложные уста Отец всякий суд отдал сыну Посему, когда слышишь Я не сужу никого То разумейся и слова не о будущем пришествии А о первом Сказав я не один только, но и отец мой со мною Он объявил Не один только я осуждаю вас, но и отец Ибо не иначе сужу я, и иначе судит отец Но как я, так и он И как он, так и я Стихи 17-18 А и в законе вашем написано Что двух человек свидетельство истины Я сам свидетельствую о себе И свидетельствует о мне отец, пославший меня Ариане и Евномиане, не признающие сына Единосущным отцу Пусть скажет здесь Если бы он не был единосущен То как бы осмелился сказать Я имею свидетельство и достоверность Такие же, как и отец Как два человека свидетельствуют о чем-либо И свидетельство их истины То очевидно, что и достоверность их одинакова Так и здесь он доказывает Что свидетельство его самого Ничем не ниже свидетельства отца Ибо слушай, с какой властью он говорит далее Я сам свидетельствую о себе И отец свидетельствует обо мне Видишь ли, равенство власти И как он выставляет себя Столько же достоверным, сколько и отца Этого он не осмелился бы сказать Если бы достоинством был ниже отца И не был бы ему равен и единосущен Ибо если бы он хотел показать Что в чем-нибудь уступает отцу И меньше его То не сопричислил бы себя к отцу И свидетельство своего Не сопоставил бы со свидетельством отца Но, будучи рабом, как богохульствуют еретики Обратился бы к кому-нибудь из сарабов И его сделал бы со свидетелем Например, бы Иоанна, Моисея Да и вообще, если бы он пожелал таких свидетельств Нашел бы их множество Но теперь он желает показать свое единосущее с отцом Потому и сопричисляет себя к отцу Если в других местах он приводит в свидетеля о себе Иоанна, Моисея и пророков То не удивляйся сему Он делает это приспособительно к понятию слушателей Они Иоанна и Моисея ставили выше его Посему и он приводит свидетельство тех Кого они считали славными и великими Высокое понятие они имели о Боге и отце Ибо что иное прославляли они как не Бога Посему теперь он приводит свидетелем и его самого Сущего над всеми Бога А как он и самого себя сопоставляет с таким непогрешимым и неложным свидетелем То весьма очевидно, что он имеет одинаковую с отцом важность и власть И те, которые называют его рабом и по всему меньшим отца Должны посрамиться Стихи девятнадцатый, двадцатый Тогда сказали ему Где твой отец? Иисус отвечал Вы не знаете ни меня, ни отца моего Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме И никто не взял его Потому что еще не пришел час его Так как спрашивали его об отце в виде искушения А не с целью познать истину То он их и не удостаивает ответа Но говорит Вы не знаете ни меня, ни отца моего То есть не можете знать отца моего без меня Хотя вы и думаете, что почитаете Бога Но как не веруете, что он отец мне, истинному сыну То нет вам никакой пользы Вы и не знаете его, как должно знать Иначе вы знали бы и почитали и меня А как теперь вы не знаете и не почитаете меня То и его не знаете И не воздаете ему чести, хотя думаете и наоборот А что вы не знаете меня, в том виноват ни другой кто А вы сами Слышишь ли, нечестивец, подчиняющий сына отцу Если бы он не был единосущен с отцом То как бы сказал, что если бы вы знали меня То знали бы и отца Ибо если, по вашему мнению, сын есть тварь То как знающий тварь знает и Бога Кто знает существо ангела Тот еще и не знает уже и существа Божия Если же знающий сына знает и отца То сын подлинно одного и того же существа с отцом Будешь ли утверждать, что знающие твари знают и Бога? Никак Ибо многие, и даже все, видят и знают тварь А Бога никто не видит и не знает Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме Так он держал себя смело И однако же, дышавшие убийством против него Имея его в руках, не смели взять его И при этом они не понимали, что делом силы истина божеской Было то, что он окруженный врагами Среди них оставался невредимым и неприкосновенным Тогда, как они прежде Пасхи искали его и подстерегали Кого искали, когда его не было И против кого даже в отсутствии его неистовствовали Того, когда он среди сетей, не могут взять И при всем этом не признают его силы Потому что, говорит, еще не пришел час его То есть не наступило еще предназначенное время смерти его В которое он хотел предать себя науну Ибо и тогда они ничего не могли бы сделать над ним Если бы не наступило определенное время Которое он сам назначил себе Распятие было делом не бессилия, но дозволения Ибо он дозволил, когда захотел Они давно желали умертвить его Но были удерживаемы невидимыми узами силы его Ибо ему нужно было долей оставаться живым во плоти Дабы доставить людям более пользы Через совершение больших чудес И преподание большего учения Иные думают, что иудеи сказали Господу «Где отец твой?» в обиду и укоризну Так как мнимый отец его Иосиф был беден То словами «Где отец твой?» иудеи говорят как бы так «Отец твой безвестен и низкого рода» Что ж ты нам постоянно напоминаешь о нем? Стихи двадцать первые, двадцать четвертые Опять сказал им Иисус «Я отхожу, и будете искать меня И умрете во грехе вашем Куда я иду, туда вы не можете прийти» Тут иудеи говорили «Неужели он убьет сам себя, что говорит Куда я иду, вы не можете прийти» Он сказал им «Вы от нижних, я от вышних Вы от мира сего, я не от сего мира Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших Ибо если не уверуете, что это я То умрете во грехах ваших Для чего он так часто говорит им «Я отхожу, и будете искать меня» Для того, чтобы потрясти и устрашить души их Ибо смотри, в какой они тотчас впали заботу Они в недоумении говорят «Неужели он убьет сам себя» Хотя они желали избавиться от него Просили его удалиться от них И даже хотели убить его Однако же настоящие обстоятельства Представляют себе так важным Что пришли от него в недоумении «Я отхожу» Часто говорит Сие и для того, чтобы показать Что он вперед знает о своей смерти И что крест есть дело не их силы Но его произволение «Я, говорит, отхожу» «Не вы меня ведете, но я иду добровольно» Куда я иду, туда вы не можете прийти Семи словами показывает Что он подлинно воскреснет в славе И сядет о десную Бога А они умрут во грехах своих Что же они говорят на это? Неужели он убьет сам себя? Отвергая такое их предположение И показывая, что самоубийство Есть дело преступное Господь говорит «Вы от нижних И не можете помыслить ничего божественного Потому вам естественно так думать Но я не от всего мира То есть не забочусь ни о чем мирском и земном И потому никогда не могу дойти До такого безумия, чтобы убить самого себя Ибо это дело бесовское, а не божеское Здесь Аполлинарий, ухватившись за сие изречение Вслед за манихеями говорит «Видишь ли, тело Господа было не от всего мира Но свыше, с неба?» Как и Павел говорит, что второй человек Господь с неба Смотрим первое послание Коринфянам Святого апостола Павла Главу 15, стих 47 Что же нужно сказать? Или нужно спросить его Как он понимает слова Господа к апостолам? «Вы не от мира» Уже ли так, что и они имели тела с неба А не от сей твари? Или Господь сказал это потому, что они не заботились О благах мира сего? Так нужно понимать и сии слова «Я не от сего мира» То есть «Я не то, что вы, заботящиеся о мирском» Подобным образом и Павел говорит некоторым «Вы не по плоти» Говорит не потому, будто они бестелесны Но свидетельствует об их любомудрии И свободе от плотских страстей Что же опять Господь говорит им? «Если не уверуете в Меня, То умрете во грехах своих» Если Он пришел за тем, чтобы взять на Себя грех мира А получить прощение грехов можно не иначе, Как через крещение Креститься же невозможно, не уверовав прежде То неверующий неизбежно умрет во грехе своем Ибо не приняв крещение, он не совлекся в ветхого человека Посему и Господь в другом месте говорит Что неверующий уже осужден Не потому только, что не уверовал Но и потому, что умирает с прежними грехами Хотя я уже многое сказал тебе доселе, указывая средства, Коими надлежит пользоваться для преодоления страстей и стяжания добродетели, Но остается преподать тебе еще нечто и другое И, во-первых, говорю тебе Не следуй, братья, в стяжании добродетелей примеру тех, Которые в продолжении семи дней недели Свои духовные делания распределяют так, Чтобы одно служило для одной добродетели, Другое для другой и так далее Не принимая во внимание, Нужно ли для них то или другое в настоящее время Нет, не так следует тебе действовать Но вооружайся преимущественно против той страсти, Которая наиболее тебе докучает, Не раз уже одолевала тебя И готовится снова напасть на тебя Вооружаясь же против нее, Сколько сил есть, Старайся установиться в той добродетели, Которая противоположна сей страсти, Употребляя все пригодные к тому делания и подвиги, Ибо коль скоро успеешь в этом, То вместе с тем оживишь в себе и все другие добродетели И обличешься в них, как в броню, Которая будет ограждать тебя от всех стрел страстных. Сердце наше по естеству полно добрых расположений, Но привходят страсти и подавляют их. Страсти эти не у всех равно присутствуют все, Но у одного преимущественно одна, У другого другая, которая и заведует другими. Коль скоро ты прогонишь сию главную, Все другие ослабеют и устранятся сами собою. Когда же это совершится, Доброе расположение, высвободясь из-под гнета, Восприимут в тебе свойственную им силу И всегда будут наготове, стоя у дверей сердца твоего, Чтобы явиться на услужение тебе, Коль скоро это потребуется. Во-вторых, настижание добродетелей Не назначай определенного времени, Ни дней, ни недель, ни месяцев, ни годов, Говоря в себе «потружусь, а там отдохну», Чтобы отдохнувши опять взяться за тот же труд. Нет, отдыха здесь не полагается. Уготовься на непрерывный труд, Подвиг и борение, Не допуская и мысли о послаблении их, Подражая святому Павлу, Который говорит о себе «тику, Гоню, ащи и постигну, Со усердием гоню». Остановиться на пути добродетели для отдыха Не значит набираться новыми силами, А растрачивать приобретенные и расслабляться. А это то же, что возвращаться вспять Или что разорять с трудом устроены. Подостановиться, я разумею, Возмечтав, что добродетель приобретена уже в совершенстве, Не обращать внимания на недостающие в ней И пропускать представляющиеся случаи К деланию добра. Не будь таков, А будь всегда бодрен и ретив. Не смежай очей И не отворачивайся, Когда встречаешь такие случаи, А напротив, высматривай их И стремись к ним. С любовью взирай на них все, Особенно же на те, Которые представляют какие-либо затруднения И к совершению в них добра. Напряжение сил для устранения Препон к деланию добра Скорее водворяет в нас навык К добродетели И глубже внедряет в сердце корни ее. Только тех случаев, Которые, давая повод Проявить добродетель целомудрие, Подвергают, однако же, Опасности возгореться похотью нечистой, Всевозможной избегай. Лучше не допускать до членов Своих всего огня, Чтобы не обжечься и не сгореть. Третьих, Будь мудр и рассудителен В поднятии телесных подвигов, Постов, бдений, Трудовых работ и подобного. Они существенно необходимы, И без них не мечтай Преуспевать в духовной жизни, Но и в них знай И держи мудрую меру. Мера сия — середина Между самоугодливой поблажкой плоти И безжалостным измождением ее До изнеможения бескрайней к тому нужды. Середину сию ищи опытом и делом, А не теорией. И в правило при сем возьми Постепенность, Идя снизу к верху. Ищи и обрящешь. Что же касается До внутренних душевных добродетелей Как-то любви к Богу, Презрения мира, Самоуничижения, Отвращения от страстей и греха, Терпения и кротости, Мира со всеми даже Ненавидящими, обижающими И подобного, То тут не требуется Никакая определенная мера И постепенность их совершенствования Сама собой определяется там внутри. Твое дело Непрестанно и всесильно Нуть себя на всякое требуемое ими дело И совершай его всегда Без отлагания ими длительности. В этом вся твоя мудрость и сила. В-четвертых, Но среди такого действования Всем помыслом помышляй, Всем желанием желай И всем сердцем ищи одного того, Чтобы победить ту страсть, С которой теперь борешься И которая теперь тебя борет, И на место ее Восставь в силе ту добродетель, Которая ей противоположна И ею в настоящее время подавлена. Это одно Да будет для тебя весь мир, Все небо и земля, Все сокровище твое И последняя твоя цель В уверенности, Что этим одним Ты достойно можешь Благоугодить Богу. Ешь ли или постничаешь, Трудишься или отдыхаешь, Спишь или бодрствуешь, Дома ли сидишь, Или находишься вне его, Молитвенным ли делом занят, Или житейским поделием, Все это Да будет у тебя направляемо К тому одному, Чтобы преодолеть Возжегшуюся страсть И восставить Прогнанную ею добродетель. О преодолении главной твоей страсти Я помянул выше, А здесь, разумеется, Страсть, которая борет тебя В настоящий час. Главная она Или не главная. Как на войне видимой Иной раз случается Вступить в сватку с отрядом, Где командует сам главнокомандующий, А иной раз С таким, Которым управляет простой офицер. Так бывает и в духовной брани. Не всегда борет главная страсть. Иной раз она Вместо себя выставляет Своих пособниц. И с этими В иное время Приходится чаще иметь Дело, чем стою. Но одерживать победу И в этих случаях Лежит на тебе долг Не меньше, чем в первом. В-пятых, Будь непримиримый враг Всех земных утех И удовольствий чувственных, Порожденных самоугодием И его питающих. Через это Легче и реже Будешь ты подвергаться Нападениям не только Плотских, Но и всех вообще Страстей. Ибо все они Коренятся в самоугодии, С подавлением И отсечением которого, Они, не имея под собой Почвы, Теряют свою силу, Твердость и устойчивость. Не соблазняйся Помыслам, Приму участие В одном удовольствии, Вкушу одной сласти, Ибо пусть это будет Негрешной что-либо, Но как оно Допустится По одному самоугодию, То во время этого Себе послабление, Подымут голову Все страсти И зашевелятся, Как придавленные черви, Когда полить их водой. И не дивно, Что иная между ними Возгорится с такою силою, Что борьба с ней Будет жестока, И победа над ней Сомнительна. Потому, Не выпуская никогда Из памяти Следующих слов Божественного Писания, Любяй душу свою, Это и есть Самоугодливая, Погубит ее, И ненавидяй души своей Я в мире всем, Не поблажающей Самоугодию, В живот вечный Сохранит ее, Тем же оба братья Должны есть мы не плоти, Еже по плоти жити, Ащеба по плоти живете, Им эти умрете, Ащели духом Деяния плотские Умерщляете, Живы будете. В шестых, Наконец, Последний даю тебе совет. Весьма душеполезно, Или лучше сказать, Совершенно необходимо тебе Прежде всего, Сделать генеральную исповедь Со всем достодолжным Вниманием И со всеми потребными Присем деланиями, Рассмотрениями И решениями, Чтобы через это Душу твою Преисполнило Полное удостоверение, Что ты стоишь Во благодати Бога, Единого подателя Всех духовных дарований, Добродетелей И побед. Живы в помощи Вышнего, В крови Бога Небесного дворица, Речет Господи, Заступник мой Иси, Прибежище мой, Бог мой, Уповая на него, Я готовясь бы От сети ловча, От славясья мятежна, Плечма своим Осенит тебе Под крылею Его, Надеющись, Оружием обыть Тебе истинно Его, Не убоившись От страха ночного Стрела летящая Во дни, Отвечивать Неприходящие От срящие Беса полудиного, Подета страны Твоя тыща И тьма деснуя Тебе, К тебе же Не приближится, Абачи от чима Твоим Осмотришь И воздаяние Грешников Узришь Их у ты, Господи, Упование Мое Вышнего Положилось И прибежище Твое, Не приид к тебе Злой рано Не приближится Телеси Твоему, Их у ангелам Своим Заповесю Тебе Сохраните Во всех путях Твоих, На руках Возму Тяда Никогда Притниш Аминогу Твою На Аспи Да И усилийско Наступиш И попереш Льва И змия Яку На мя Уповая Сбавлю И покры Яку Познай Имя Мое Возовет Ко мне Услышу Его Сними В скорби И зму Его И прославлю Его Долготую Дни Исполни Его Явлю Ему Спасение Мое Возведох Очи Мои В горы Отню Даже Приедет Помощь Моя Помощь Моя От Господа Сотворшего Неба И землю Не дашь Восметение Ноги Твоей Они же Воздремлет Храняй Тя Все Воздремлет Ниже Уснет Храня Израиля Господь Сохранит Тя Господь Покров Твой На руку Десную Твою Во дни Солнце Не ожет Тебе Неже Луна Ночью Господь Сохранит Тя От Всякого Зла Сохранит Душу Твою Господь Господь Сохранит Вхождение Твое Исхождение Твое От Ныне И до Века Отче Наш Иже Иси На Небесе Да Светится Имя Твое Да Приед Царствие Твое Да Будет Воля Твоя Яко На Небесе И На земли Хлеб Нас 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 Господи Дай Мне С Душевным Спокойствием Встретить Все Что Принесет Мне Наступающий День Дай Мне Всецело Предаться Воле Твоей Святой На Всякий Час Сего Дня Во Всем Наставь И Поддержи Меня Какие Бы Я Не Получал Известия В Течение Дня Научи Меня Принять Их Со Спокойной Душою И Твердым Убеждением Что На Все Святая Воля Твоя Во Всех Словах И Делах Моих Руководи Моими Мыслями И Чувствами Во Всех Непредвиденных Случаях Не Дай Мне Забыть Что Все Не Спослано Тобой Научи Меня Прямо И Разумно Действовать С Каждым Ближним Моим Никого Не Смущая И Не Огорчая Господи Дай Мне Силу Перенести Утомление Наступающего Дня И Все События В Течении Дня Руководи Моею Волею И Научи Меня Молиться Верить Надеяться Терпеть Прощать И Любить Аминь Руководи Веселитесь О Господи И Радуйтесь О Праведни Веселитесь О Господи Радуйтесь О Праведни Плажаем И 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.